Экономика России сделала еще один шаг назад. Об этом в один голос говорят экономисты после нового повышения ключевой ставки Центральным банком РФ. Экономика будет развиваться намного медленнее, если у вас будет ставка рефинансирования высокая. Накручивание ключевой ставки кредитования российским Центральным банком с 13% до 15% только звучит очень отдаленно от российских обывателей. На самом деле это отразится на каждом. Что такое ставка рефинансирования? Это стоимость денег. То есть это та цифра, за которую можно взять кредит между банком и Центральным банком. Добавьте до этой ставки еще процент за обслуживание коммерческим банком, И вы можете выйти на приблизительную цифру того потребительского кредита, который может взять российский гражданин или российский бизнес. Ставку Центральный банк поднял для того, чтобы временно сдержать колоссальную инфляцию в стране-агрессоре. Взвинчивая кредитные проценты, Кремль закрывает двери банков перед бизнесом, который не потянет кредиты по высоким ставкам. А если они не пойдут за этим кредитом, они не смогут предъявить спрос на валюту. А если не смогут спрос на валюту предъявить, то курс рубля дальше расти не будет, потому что не будет спроса на эту валюту. Вот так работает этот механизм влияния на инфляцию через ставку рефинансирования. Если же Кремль не будет манипулировать инфляцией, то реальность больно ударит по кошельку и холодильнику каждого россиянина. А значит и поддержка Путина даже в стране, зомбированных пропагандой граждан, может серьезно упасть. А этого режим в канун выборов очень боится. Поэтому и выбрал перекрыть кислород бизнесу, а не населению. У Центрального банка есть две альтернативы. Либо способствовать развитию бизнеса и увеличивать инфляцию, либо бороться с инфляцией и ограничивать возможности развития бизнеса. Но дело в том, что удар по бизнесу не может пройти бесследно и для российских граждан. Ведь по сути этим Кремль подрывает экономику РФ, убивая даже попытки ее роста. Что изменится? Изменится весь тот бизнес, который до сего момента обеспечивал наполнение товарами народного потребления полки российских магазинов. Вот там начнутся серьезные проблемы. Там не будет госзаказа, там будет стагнация. И российский производитель будет уходить с полок российских магазинов. Что на замену ему придет? Китай. Возможно, это произойдет немолниеносно. Но ужесточение условий для российского бизнеса в итоге превратит страну-агрессора в сырьевой придаток Китая. На это все Путин обрек Россию, развязав кровавую войну против Украины. И теперь российская экономика способна лишь бежать на месте в лучшем случае. Из-за агрессии против украинского народа российская экономика будет меньше на 20%, чем могла бы быть, считает помощник госсекретаря Соединенных Штатов Америки. Мы считаем, что через несколько лет их ВВП уменьшится на 20% по сравнению с тем, что было бы без этой войны. Их способность использовать передовые технологии, которые определяют успех в экономике и на поле боя, действительно серьезно пострадает. Уже в ближайшие месяцы российская экономика столкнется с новыми последствиями кровавой политики Путина. Страну-агрессора, вопреки всем манипуляциям, ждет ускорения инфляции. Ко всем имеющимся проблемам, скорее всего, добавятся новые ужесточения западных санкций. Выходом из экономической деградации РФ может быть только отказ от войны против Украины. В этом уверены и российские экономисты. Единственный реальный выход – это прекращение военной операции на территории Украины, замерение и попытка снять санкции на экспорт нефти и расширение экспорта газа в Европу. Тогда, возможно, придется России платить определенный налог на восстановление экономики Украины. Но она хотя бы будет зарабатывать и будет хорошо продавать, и будет хорошо добывать. Вот тогда это будет хоть какой-то просвет. Но похоже, что Путин к такому не готов и будет и дальше тянуть всех на дно. А значит, надежды россиян могут быть только на скорейшую победу Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова